всем привет друзья ребята с вами юранка и вкратце хотел бы рассказать вам буквально два мгновения почему видеоролик получился столь долгим первая часть обзора примерно 15 минут составляла непосредственно показ самих компонентов это aerocool rgb ref pro это самих кулеров и также hub p7 или project 7 как он известен h1 от aerocool и пыльника который впоследствии был установлен в корпус моего системного блока следующая часть обзора она заняла больше времени это именно установка плюс также какие-то мои дополнительные комментарии в которых я пытался рассмотреть все возможные различные варианты для повышения эффективности охлаждения вашей системы либо же что было в данном случае у меня это две турбированные видеокарты это плюс также расположение системного блока плюс также это охлаждение моего процессора от помпы при помощи водяного охлаждения потому что различными особенностями кулера можно располагать по разному то есть как на вдув так и на выдув я рассматривал все возможные варианты поэтому если вы не досмотрите это видео до конца в принципе я особо не расстроюсь и не обижусь и последняя часть видео буквально 15 минут в самом конце всего этого целого можно сказать наверное фильма кинематографического режиссерская версия я производил настройку кулеров то есть там буквально в двух словах лишь мы посмотрели как светится все это дело и как настроить кулера для того чтобы они более эффективно охлаждали нашу с вами скорее всего игровую систему да либо моем случае это майнинговую так что на этом все всем боже благословения ребятушки смотрите дальше наслаждайтесь я надеюсь вам понравится поэтому не прощаюсь и еще раз с вами сейчас поприветствуюсь так что приятного просмотра друзья ребята с вами ранка и сегодня вам расскажу и поведаю о том какие интересные две вещицы для своего пока я заказал несколько дней назад на гудс поехали сегодня друзья часть людей которые говорят о хорошем и качественном охлаждении для пока мыслят весьма примитивно считая что вполне достаточно заменить термопасту и почистить кулера о видеокарты и процессора но на самом деле друзья все далеко не так и дело обстоит иногда весьма иным способом необходимым для повышения качества охлаждения корпуса для этого и существуют дополнительно не только какие-то разноцветные красивые кулера для корпусов но и возможно примитивные либо же что в данном случае у нас весьма симпатичные кулера от аэрокул rgb pro что-то у нас здесь с вами по названию 12 сантиметровые компьютерные три вентилятора с дополнительным одним хабом который кстати я продал на него я записывал обзор потом по моему я его удалил и вновь он нас с вами чтобы вы подумали вернулся обратно к нам p7 h1 project 7 hub 1 кто не знает что это такое можете забить в интернете и посмотреть очень интересное устройство которое позволяет само она подключается к кулерам получается что часть есть возможность кстати говоря так как у нас с вами также блок питания от аэрокул у нас будет возможность засинхронизировать подсветку блока питания который находится внизу его отсюда не видно и вот эту вот подсветку у нашего с вами корпуса будет возможность засинхронизировать с вот этим вот устройством и поэтому все кулера будут светиться просто единовременно и красиво ну что ж друзья что у нас с вами входит в комплект в принципе вы все и так можете разглядеть коннектор 9 пиновый usb 2 0 кстати скорее всего придется подключать к материнской плате поэтому готовьтесь к тому что два передних гнезда если у вас их два или три они возможно у вас не просто не будут задействованы они смогут работать кстати вот благодаря этому благодаря своей камере я могу засветить немножечко свои кулера чтобы кстати убедиться хотел убедиться что они меня все три крутятся на моей как его там звать то радиаторе для помпы ну что ж поэтому друзья готовьтесь выкинуть на передней панели если она у вас есть два или три usb гнезда именно 2 0 потому что придется это все вставить материнскую плату другой момент подключение также дополнительно у нас с вами идет на 24 ватта windows 7 и более приложение кстати также она есть которое можно будет будет воспользоваться для того чтобы настраивать подсветку также у нас сами в комплекте идет velcro strap для крепления как я понимаю одна штука скрю какой-то 4 штуки это я уж не знаю что такое black zip как я понимаю наверное застежки черные четыре штуки и по всей видимости все больше нам в комплект ничего не включили диаметры 120 120 25 миллиметров лет подключение 4 пиновые 12 вольт g rb 3 пиновый коннектор подключения 7 вольт напряжение фан старте на то видимо для старта 7 вольт необходима скорость 1200 оборотов фан рейтед вольтаж рейтед не знаю что это такое 12 вольт значит рейтед каррент сила тока 0,15 сотых ампера правильно 0,15 все правильно же сотых десяток же не скажешь правильно воздушный поток 0,98 миллиметра аж два о в водяной причем здесь воздух не понимаю air flow 41,3 десятых с фи м для меня это кстати весьма какие-то новые показатели я никогда с ними не встречался поэтому я не знаю что означают эти цифры и буквы простите уровень шума 15,1 децибела то есть это вообще должно быть очень низко как кто-то написал я смотрел в интернете специально это очень низкий уровень шума кстати говоря и гидравлический биринг типа значит нашего с вами вентиляторов кулеров это они супер бесшумные должны быть и максимальная хочу сказать минимальная отработка должна будет быть у них 60 тысяч часов это нам с вами обещает наша с вами коробка будем надеяться что все именно так и будет как нам с вами обещано софтвор так желает light control то есть возможность нас сами регулировать цвет вот такой вот разноцветный красивый это мы будем смотреть чуть позже кто-то возможно кстати говоря заинтересуется цель мне вообще приобретения этого всего неужели вы скажете мне недостаточно охлаждение то которыми сейчас есть я кое-что объясню вам чуть позднее сейчас также давайте мы с вами посмотрим фильтр самоклейки на этот дополнительный я купил защиты компьютера от пыли который у нас с вами будет это фильтр низкого сопротивления g1 высокая воздуха не воздухопроницаемость легкая установка по способу наклейки универсальный размер для любого пк по даст энд напомнят о замене фильтра не знаю что это такое наверное еще какую-то программу будем сами ставить пыль емкость стройка фильтрация тройка и проницаемость пятерка для чего мне надо было платить по моему 800 рублей за вот эту штуку чтобы она мне почему-то на три звезды как и какой-то отель или кафешка прибрежная принабережная стандартная в сочах самые дешевые наверное видимо оттуда это все и везли это мы с вами также чуть позже разберем и посмотрим что это такое итак внутри коробки друзья у нас с вами содержится как бы это не звучало примитивно и всем уже привычно еще одна такая же по размеру примерно коробка в которой и находится еще одна коробка и в которой у нас с вами находится также дополнительно три вентилятора здесь мы с вами видим своего рода такой уплотнитель такой умягчитель для того чтобы кулера не жужжали не дребезжали прекрасно это всем я думаю ясно и понятно для чего когда мы сами раскручиваем вентилятор пальцем то не слышно вообще ничего совершенно супер тихий и верчение у него супер мягкое это прекрасно по кольцу у нас с вами должна будет работать подсветка с обеих сторон как мы можем с вами заметить и не менее интересное это у нас с вами коннекторы которые кстати говоря мы с вами поговорим о них наверное чуть позже это очень важно друзья потому что если вы достанете вот этот вот коннектор и подключить его не туда та же самая тема и с хабом кстати говоря то я спешу вас огорчить вы можете спалить свою систему когда я говорю систему я подразумеваю не windows а именно полностью материнскую плату вы можете запалить с этим будьте крайне осторожны потому что инструкция это предупреждала очень сильно прям чуть ли не со слезами наверное на глазах предупреждала о том что вы можете спалить систему и ребят будет потом вам точно не до смеха еле еле извлекаемая коробочка минутку дабы не было зимы в городах и селах тра тата тата тат хабы 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 вот они собственно хабы ребята вот он хаб который питается у нас с вами двумя пинами но по стандартному как он называется садовскому этому общем питалову который подключается к блоку питания то есть по нему он будет обязательно требовать такой питалова другой момент ставка вот это происходит usb у нас с вами внутрь нашего корпуса материнскую плату и вот это питалово у нас сами идет на кулер на кулер любой кулер в принципе какой угодно самое главное только не процессорно не вставьте его туда потому что ну он как бы на процессор для процессора не предназначены данные кулера все это вставляется друг в дружку то есть все это устанавливается вовнутрь вот это вот у нас с вами идет 12 вольт GRB вот у нас с вами специально присутствует надпись которую нельзя перепутать и вставить нужно обязательно правильно так как указано вот здесь у нас с вами фан да мы видим с вами фан фан вот она у нас идет с вами 12 V GRB одну я сюда вставлю от моего блока питания вторую а какую вставлять то они случаем частом не друг дружки или должны коннектиться я что то не понимаю эту инструкцию наверное буду специально изучать позже у меня подозрение что они должны в друг дружку вставляться и потом один самый последний должен будет вставляться вот сюда потому что здесь идет фан фан 1 фан 2 и они должны скорее всего синхронизироваться друг с дружкой то есть вставляться друг в дружку и кстати хабы друг от дружку можно питать и потом здесь вот переключатель есть первый второй третий короче можно целую какую то атомную станцию так кажется просто законнектить чтобы она еще и светилась и сияла и блестела то есть на каждом кулере мы с вами обращаем внимание у нас с вами идет по два подключения по два кабеля или даже по сколько даже что то я перепутал по два совершенно верно один фановский коннектор он идет сюда вовнутрь предназначенный для раздела фан вот то есть фан 1 фан 2 и фан 3 которые будут установлены внутрь хаба и каждый вот этот последующий должен будет соединять как я понимаю предыдущий потому что здесь иначе все равно у нас будет количество ограничено только два их и скорее всего как я понимаю два из них это предназначено именно для хабов для других то есть один можно вставить а другой каждый последующий друг с дружкой нужно соединять ну я надеюсь что по крайней мере это так в любом случае инструкция нам с вами даст ясное описание о том как все это делать и совершенно правильно друзья именно инструкция как раз таки это описание нам с вами и дает вот происходит подключение кулеров друг от дружки друг в дружку и потом к самой из них получается последний да правильно последний один из них фан подключается каждый фан подключается в этот разъем вот сюда первый второй соответственно и третий также сюда подключается а потом так значит я вижу что блок питания блок питания подключается напрямую сразу к нему если блок питания имеет подсветку то есть блок питания сразу же идет прямиком сюда обязательно значит и каждый последующий LED STRIPS это как я понимаю видимо именно полоски какие-то вот эти вот нет не полоски которыми делают депиляцию а полоски специальные разноцветные хотя я думаю что для депиляции существуют тоже разноцветные полоски что сейчас только не напридумывают ладно в общем в общем каждый друг к дружке подключается и еще один подключается также к материнской плате да все правильно один из этих коннекторов Все остальные коннекторы только между друг дружкой взаимодействуют. Все вот эти вот, то есть, их не нужно вставлять прямиком в корпус. Их в корпус можно, в принципе, вставить все, каждый по одному, но при этом просто у вас подсветки не будет. То есть, это вот единственная будет для вас проблема. Но при этом, как бы, способ подключения будет существенно упрощен, но вы лишитесь просто самого интересного. То, чего не стоит лишаться, то, что задумали разработчики. И как они это все создали и сотворили весьма интересным, весьма прикольным способом. Самое главное, вот эти коннекторы не вставлять друг к дружку. То есть, не вставить с одного вентилятора этот же вот в этот. Потому что иначе, ребят, будет большая трабла для вас. Поверьте мне на слово. Значит, в общем, разобрались. Они подключаются друг к дружке, каждый из них друг к другу. И самый последний, самый из них последний, получается, что вставляется уже вот сюда. Но каждый из них подключается к разделу FAN. Примерно как-то так. Будем разбираться. Ладно. Сейчас, прежде чем мы все это начнем делать, хотел бы сказать, что мы будем с вами осуществлять, какую работу. У нас с вами предстоит, друзья, очень нелегкая задача. Что нам с вами нужно будет сделать? Во-первых, нам нужно будет местами поменять видеокарты. То есть, гигабайт мы поставим на место ASUS GTX 1080 Ti. То есть, RTX 3090 будет стоять внизу для того, чтобы получать больше притока воздуха. Так как с 1080 Ti, на мой взгляд, она получает очень много испарений. И поэтому в себя вдыхает часть горячего воздуха. То, чего быть не должно. Но, следующий момент. Три кулера, которых мы увидим с вами сверху. Один почему-то вообще еле вращается. Но, по всей видимости, ему приходит уже край. Наверное, потому что сколько он времени работает у меня, я не помню. По-моему, он у меня еще со второго корпуса остался. Это... Ой-ой-ой, как давно, залмана. Значит, во-первых, они стоят все на выдув. Для чего я брал пыльник? Пыльник мы поставим вот сюда, приклеим на заднюю часть. Значит, два верхних и задний кулер мы будем ставить полностью на вдув. То есть, забирать они будут воздух. Передняя часть также будет забирать воздух. Для чего? Почему именно в моем случае эта система является актуальной? Так как у меня две турбированные видеокарты, они, забирая в себя воздух, высасывают его и выдыхают, и выдувают его назад через заднюю часть корпуса. То есть, вся часть горячего воздуха выходит снизу вот там. Так как у меня помпа, она питается от холода, который попадает на крышку, стенку радиатора. То есть, у меня охлаждается радиатор. И за счет этого охлаждается процессор. Потому что жидкость охлаждает помпу. Не во всех случаях актуально полностью ставить все кулера на вдув. Это я хочу вам сказать сразу, чтобы никто не надеялся на то, что у вас способ такой прокатит. Если у вас стоит башенное охлаждение со стандартным вентилятором на вашем процессоре, для вас эта система, возможно, станет весьма критичной и опасной. То есть, полностью ставить все на вдув, так как холодный воздух просто не сможет выходить из корпуса. В моем случае это является актуальным. Потому что холодным воздухом питаются только две видеокарты. И крышка радиатора. Радиатор питается холодным воздухом. И видеокарты питаются холодным воздухом. Все равно тут происходит приток, как бы он ни был, воздуха. И тут также происходит забор воздуха и выдув его назад. То есть, следовательно, нам в данном случае просто не нужны вентиляторы корпусные на выдув. Вот здесь, потому что часть холодного воздуха, который поступает с этой стенки, он забирается вот этим вот кулером. И то он вообще еле крутится. Я не знаю, что он там способен забирать. Для большего и лучшего охлаждения нашей системы, поэтому я приобрел три вентилятора, которые мы с вами будем ставить. То есть, два наверх и один также на заднюю часть стенки корпуса. И они будут все стоять полностью на вдув. В данный момент они стоят на выдув. Потом они будут стоять полностью на вдув. Вдув сзади, сверху, спереди. И выдув только вот здесь будет происходить. Снизу с двух видеокарт, которые будут всасывать максимум допустимого холодного воздуха, благодаря чему наша система будет охлаждаться в несколько раз эффективнее. И благодаря этому, друзья, мы сможем с вами достичь более лучших результатов в охлаждении. И благодаря этому будет кое-что еще более прекрасное. Не будет так сильно жужжать моя турбированная RTX 3090. Я смогу нормально спать без берушей. Кстати говоря, друзья, прежде чем продолжим дальше, я хочу заметить, что кое-что вам не рассказал. Мы не прочитали с вами одну из интересностей нашего с вами RefRGB Pro. Кулеров от AeroCool слева, с боковой части коробки. Вот такую вещь, что RefRGB двойной кольцевой дизайн подсветки. То, что было сказано ранее. То есть подсветка у нее с одной и со второй стороны будет работать. Следующий момент это то, что работает с P7H1 или материнской платой, совместимой с RGB. То есть в принципе ее можно прямиком вставлять в материнскую плату и настройки производить непосредственно от нашей с вами материнской платы. У меня, например, материнка поддерживает возможность работы и подключения прямиком в нее подобного рода системы. Но у нас будет тогда, получается, блок питания без подсветки. И мне бы так не хотелось. То есть хотелось бы блок питания настроить и плюс материнку, и плюс эти кулера. Поэтому мы все-таки им воспользуемся. Следующий момент. Виброизолирующие прокладки и съемные лопасти вентилятора. Это, кстати, весьма интересный вот такой момент. Съемные лопасти. Для чего они нужны? Чтобы их можно было вдруг в случае чего заменить. Либо же для более тщательной какой-то чистки. Возможность изъятия. Честно признаюсь, я не знаю, как она вообще... Ну, каким образом все это будет и может проходить. И, если честно, проверять особо не хочу. Потому что товар только куплен. И не хочется мне как-то гарантийный срок все-таки ломать и разрушать и тому подобное. Следующий момент. P7H1 синхронизирует все продукты AeroCool с RGB-подсветкой и выпущенные другими производителями продукты с RGB-подсветкой с четырьмя контактами. Внимание! Что выпущенные другими производителями продукты. То есть у нас с вами от AeroCool этот хаб, он поддерживает не только продукты от AeroCool, но также и от каких-то либо других организаций и фирм. Это очень важно, друзья. Может быть и интересно для тех людей, которые используют какие-то сторонние, скажем, кулера, не от AeroCool. И задается вопросом, можно ли подключить к хабу P7 какие-то сторонние вообще моменты. Можно, друзья. Значит, следующее у нас с вами отслеживает работу до пяти вентиляторов, оборудованных разъемами с четырьмя и тремя контактами. Но мы с вами понимаем, что такое четыре или три контакта, это пины вот эти вот. Трехпиновые, четырехпиновые. Ну что ж, друзья, теперь мне осталось только выключить мой ПК, извлечь кулера и вставить новые. Друзья, прежде чем продолжим с вами делать что-либо дальше, я настоятельно рекомендую вам отключить полностью видеокарты и извлечь их. Так как, скорее всего, коннектор у вас будет находиться так же, как и у меня, глубоко внизу. И по этой причине, если у вас не хватает места и нет возможности подключить данный хаб к материнской плате, то лучше, конечно же, всё полностью извлечь. После этого мы с вами будем уже извлекать вентиляторы. И также рекомендую открутить левую и правую крышки нашего корпуса. По крайней мере, то, что мне необходимо в данном случае, потому что иначе подключать что-либо будет сложно или даже, можно сказать, нереально. Так как часть проводов, в моём данном случае, в корпусе, спрятаны с правой боковой крышкой. Теперь в корпусе стало попросторнее, правда? Так, сейчас мы с вами будем отключать коннекторы от каждого из наших прошлых кулеров, которые у нас с вами были подключены. Самое главное не перепутать. Это я чуть не отключил ЦПУ. Так, ещё один у нас самый верхний. Один. Второй, кажется, у меня был другого коннектора. Да, я не вижу его на материнской плате. По всей видимости, он у меня был подключен обычным сатовским питаловым. Так, сейчас нам с вами нужно также отключить здесь вот этот вот 12 вольт GRB. Кстати говоря, друзья, кое в чём, будьте очень внимательны. Обратите внимание на мой коннектор. У меня он 12 вольт GRB. И там ещё есть или должна быть буковка W, что означает white. То есть GRB white. То есть зелёный, красный, синий и белый. Некоторые материнские платы имеют коннектор 5-пиновый. И если вставить, например, чуть-чуть со сдвигом, например, поставить 12-вольтовую линию на G и, соответственно, все пазы сдвинуть, так как каждый паз имеет определённый коннект, то можно спалить материнку. В этом, друзья, будьте, пожалуйста, также крайне бдительны и осторожны. Неправильное подключение может повлечь за собой очень страшные последствия. Вот здесь, в самом низу, есть даже своего рода мини-инструкция, по которой следует вам производить подключение. Если я вам её покажу. Вот. Я надеюсь, что вы всё это знаете. Вот она. Это очень важно, друзья, чтобы вы также знали об этом. Обратите внимание, друзья, на весьма интересные крепления для кулеров. Я, кстати, именно их рекомендую. Они называются антивибрационные крепления. Как раз предназначены для того, чтобы поглощать на себя часть вибраций, которая поступает при верчении и кручении кулеров. Благодаря чему у вас кулера будут крутиться более бесшумно, потому что большую часть вибраций будет они поглощать на себя, и от корпуса не будет жужжания и дребезжания. Если вдруг у кого-то это есть, то на сайте рекомендую приобрести такие. Примерно где-то рублей 150-200 стоит одна пачка с четырьмя штуками. И вот при помощи их мы сегодня с вами будем часть кулеров крепить. К сожалению, один придётся всё-таки прикрутить при помощи болтов вот здесь сзади. И сейчас мы с вами ещё пыльный фильтр заодно вот здесь сзади будем прикручивать. Всё равно с вами работы сегодня предстоит очень много. Включая на всю ночь. Поэтому надеюсь, что просмотр для вас будет интересным. Итак, все кулера были успешно извлечены, удалены из нашего системного блока. Кстати, ещё не мешало бы немножечко это всё дело протереть от пыли, чтобы... Вот оно что. Чтобы потом это всё не носило на новые наши с вами... Да уж. Возможно, надо будет ещё слой пыльника сюда ещё одного сделать. Сейчас мы с вами чуть позже, кстати, всё это дело и проверим. Стоит здесь часть пыльника также наклеить и накрыть ещё вот этим вот пыльником. Или всё-таки мы от этого воздержимся. Это, друзья, то, что скопилось у нас с вами на трёх кулерах. Я их полностью протёр. Включая часть на верхней сетке и также на задней сетке. Лучше перед заменой на новые кулера, вентиляторы, всё-таки всё полностью протереть начисто, дабы, скажем, они как новенькие установились и нам с вами избежать каких-то либо вот таких вот неприятностей, которые не просто даже мешают внешнему виду, а будут мешать проходу нашего с вами циркуляции воздуха. По питанию нам с вами повезло. У нас как раз здесь есть с вами один свободный кабель. Вот, собственно, от кулера он и освободился. И здесь у нас есть возможность как раз-таки подключить питание для нашего с вами хаба. Тут же заодно с вами подключаем как раз-таки идущий нам с вами от нашего блока питания вот такой вот 12-вольтовый GRB разъём. Он подключается у нас с вами вот с этой стороны. Да, вот сюда вот. Один пойдёт от одного из вентиляторов, второй пойдёт от блока питания. Устанавливается он довольно просто и, как правило, не требует каких-то либо дополнительных усилий, поэтому лучше сделать всё аккуратно, так как у нас с вами довольно маленькие и аккуратненькие зубчики, дабы ничего не погнуть и не повредить. Итак, другую часть мы с вами подключим на материнскую плату к любому из фан-контроллеров. Значит, затем, если у вас всего лишь один свитч, то здесь лучше всё оставить на вкрыл, как я понимаю, всё вверх. И разместить наш с вами хаб можно где-нибудь вот здесь вот в маленьком, не совсем примечательном месте, поставив куда-нибудь его вот так вот аккуратно расположив под нашим с вами жёстким диском. Я думаю, что он кто-нибудь сюда поместится. Ну, приютим его, поставим, так как под системник он, в принципе, туда не залезет, то можно его где-нибудь здесь приютить. Нет, заталкивать силу я его не буду. Можно попробовать, в принципе, извлечь сатовский кабель, вот так вот аккуратненько, и тут его приютить, как раз ровно под жёстким диском. Так вот он залезет, сейчас должен будет хорошо залезть, поместиться, вот, собственно, вот так вот он здесь у нас с вами поместится, и обратно сатовский коннектор мы с вами подключаем. Как много проводов, я понимаю, что, может быть, кто-то находится в ужасе, ребят, но, к сожалению, разместить их больше негде. В принципе, это как раз-таки крышка, эта сторона, она и предназначена для того, чтобы размещать здесь подобные вот такие вот все процессы. Так, вот он у нас с вами свободный остался вход, куда мы сюда как раз-таки поставим один из наших кулеров. Что ж, теперь осталось подключить вот этот коннектор, мы его выведем куда-нибудь, в принципе, высоко, далеко его выводить не будем. Это, кстати, вот еще один коннектор, друзья, USB, то, о чем я и говорил. Нам с вами нужно вывести все это в нижней, вот здесь вот стороне, в нижней части. Мы его выведем вот сюда. Самое главное, все это сделать так, чтобы он реально где-нибудь там вылез. Это нужно наблюдать с другой стороны. Так, один, мы с вами встыкаем кабель в SIS-FAN. В данном случае это SIS-FAN 2. Второй кабель нам с вами необходимо протиснуть будет вот сюда, чтобы вставить его в разъем под названием USB. Кстати говоря, вот он, этот самый разъем находится рядом с USB 3.0, в моем случае. Тут нам с вами нужно протиснуть кабель и вытащить его вот здесь. Кстати, на материнской плате два слота под USB 1 и 2, поэтому, в принципе, можно выбрать любой на выбор. Какой хотите, такой можете извлечь. То есть, под каждый один из наших с вами портов, я имею в виду не 3.0, а именно 2.0, либо этот, либо этот. Как узнать, честно скажу, ну, только если смотреть, наверное, по проводу, куда идёт провод, вытаскивать его и проверять. Можно отключить один из них USB 3.0. У нас с вами вот таким вот портом подключается, довольно широким, синим цветом. Вы его, собственно, ну, ни с чем совершенно не спутаете. Нет, друзья, я введу кое-какую поправочку. Так как вот этот кабель идёт у меня от, внимание, моей помпы, поэтому тут самое главное, ни в коем случае нельзя извлекать этот кабель. Его нужно вернуть обязательно на место. Мы его вернём, так как он был изначально расположен. Таким вот образом. Вот так вот. Оп. Всё. А вот этот тут можно извлекать. Он с USB. Получается, что два входа у нас с вами зафиксированы за одним кабелем. Вот мы их просто аранжируем, или как-то там слово такое есть. В шахматах меняем местами. В общем, проще говоря. Вот. Всё. Отлично. Теперь хаб будет у нас с вами отображаться. Это можно убрать туда подальше. Вот. Всё. Часть работы мы с вами выполнили. Кстати говоря, друзья, разместили мы всё с вами весьма рано, так как, к сожалению, здесь мы не установили сюда вентиляторы. Поэтому пока что рановато что-то либо было размещать. Прошу прощения. Поэтому всё, что нам с вами нужно, изначально подключить кулера, а затем уже всё это и подсоединять. либо, наоборот, прикрутить кулера, а потом уже здесь вытаскивать отсюда проводочки и всё это подключать. Ну что, друзья, ещё часть работы также успешно выполнена и кулера успешно размещены на нашем с вами корпусе. Да, конечно, вот эти штучки, которые болтаются, выглядят весьма неэстетично, но их можно либо обрезать, либо же воспользоваться стандартными всем известными вот такими бултиками. Я всё-таки предпочёл использовать именно антивибрационные держатели. Ну что ж, теперь нам с вами нужно установить, воткнуть разъёмы. Итак, друзья, к сожалению, как я понял, хаб мой будет находиться в свободном полёте. Да, располагаться вот там ему не удастся, потому что просто длина кабелей у нас с вами не достанет. Ну что ж, теперь самое главное, очень осторожно и аккуратно установить каждый паз друг в дружку. Вот здесь мы видим надпись Keep calm on when not in use. То есть оставить закрытым, если не используется для того, чтобы не перепутать кабели. Вот этот кабель каждый друг с дружкой нужно сейчас нам с вами соединить. Этот с этим, ну, соответственно, этот с этим, и вот этот уже будем вставлять у нас с вами вот сюда. Либо мы сделаем немножко наоборот. Мы соединим отсюда, вот в такой последовательности, раз, два, три, и вот сюда. Сейчас, я думаю, вы всё поймёте, ничего сложного в этом нет. Но главное, соединяйте их по стрелочкам, и тогда на 100% не ошибётесь и не перепутайте. Для того, чтобы не спалить подсветку, либо же целиком укулера, либо же вообще ваш блок питания. Так как об этом в инструкции есть очень строгое предупреждение. А про материнку-то, ребята, я совсем и забыл, представляете? Нам же нужно прежде всего сюда установить кабель. Точно. Так, это я, короче, от блока питания сюда установил. Вот что я решил сделать. Чуть по-другому. А через здесь, ребята, вариант оказывается без материнки. Пришлось её извлечь, потому что они все объединяются между друг дружкой, и потом должны идти в хаб. Если же я этот разъём вставлю в материнку, то все полностью вот эти вот фаны придётся втыкать именно в материнскую плату. То есть, одновременно их воткнуть и в материнку, и полностью соединить с хабом не получается, потому что не хватает ещё одного вот такого разветвителя. Поэтому, видимо, мы обойдёмся с вами без материнки. Она будет светиться у нас отдельно. Окулера будут взаимодействовать друг с дружкой. Ну, соответственно, вместе с блоком питания. Либо вариант без блока питания вставлять материнку. Но так как материнки здесь у меня ничего видно, всё равно не будет свечения, потому что будет две видеокарты, и закрыто всё будет, то лучше уж тогда выберем, наверное, такой вариант будет более предпочтительный. Без материнки. Ладно. Как-нибудь, может быть, да, получится что-нибудь сделать. Выглядит, конечно, всё, возможно, весьма стрёмно, друзья. Я решил не пользоваться стяжками, дабы это всё и так не стягивать. Но так как хаб весьма лёгкий, то каких-то сложностей и проблем с ним не будет. Он, в принципе, болтается. Вот так вот просто прижмётся поближе к корпусу. Вот здесь, я думаю, и никакие сложности не возникнет. Да, конечно, всё вот так вот болтается. Всё весьма стремновато выглядит, я понимаю. Но это задняя часть крышки, боковая, которая будет закрывать все эти ужасы, провода. И поэтому сейчас вы через несколько минут увидите всё в весьма другом обличии. А теперь давайте, наверное, мы с вами перейдём к нашему пыльнику, который пытаемся установить на заднюю часть корпуса. Что ж, друзья, теперь поговорим немножечко о фильтре. Самое главное его вырезать правильной формы, той, которая у нас с вами должен быть. Я примерно так предрасполагаю. Кстати говоря, вот с этой стороны она клеится, поэтому лучше его стараться трогать поменьше. Итак, ну что ж, я, наверное, примерно рассчитываю, что у него вот такая вот... Видите, тут длина, в принципе, такая выходит. По ширине, наверное, чуть-чуть лучше возьму, чуть побольше. Чуть побольше возьму ширину. Аккуратненько отрежу. В принципе, можно хоть два слоя сделать, но не будем уж. Так, что-то застряло. Ой-ой-ой. Во. Кривовато отрезал. Ладно, как и есть. Будем довольны с тем, что имеем все равно заднюю часть. Ее видно не особо будет. Ну, заднюю часть стенки корпуса. Теперь осталось его нанести. Как-то примерно вот так. Закрепляем. В принципе, вроде как держится, но, если честно, могло быть и лучше. Скажу вам честно. Лишнее здесь можно обрезать. Лучше бы я всю эту линейку прежде подизмерил, а потом уже бы делал... Ну, ладно. Пусть будет чуть больше. Ничего страшного. Самое главное, чтобы было эффективно. Вот как-то так. На самом деле, держится ужасно. Если говорить точнее, не держится совсем. Возможно, отбыл с внутренней стороны, хотя там риски есть, что будет задевать вентилятор, поэтому я не стал этого делать. Но не скотчем же его приклеивать, да? Правда. Что-то я, на самом деле, надеялся на лучшее. В таком жизнь меня не готовило. Попробуем пальцами вдавливать. Да. Мне просто нечего сказать. Короче, друзья, с внутренней стороны точно не вариант, потому что, когда мы пытаемся покрутить кулер, слышны звуки. То есть, получается так, что он, своего рода, скользит, задевая лопастями вот этот пыльник. Из-за этого может быть очень большой шум, когда мы его подключим. Поэтому единственное, что мы сейчас можем сделать, это каким-то образом, возможно, на скотч посадить пыльник с этой наружной стороны. Я не знаю, каким образом. Я буду, наверное, кумекать, и потом вам об этом через некоторое время сообщу. Потому что на клей сажать не хочется, не хочется портить вот эту вот решётку клеем. Но, с другой стороны, скотч, в принципе, средство, которое всем многим уже годами известно, но в данном случае, наверное, нам и поможет. Потому что никакой другой... Другого пыльника, например, на магните, как сверху, такого просто у меня нет. Поэтому буду московать. Короче, практично русский скотч решает просто всё. Значит, и сверху просто отрезал так же кусок, положил прослойку, и вот сверху мы положим с вами ещё штучку. Это вот эта вот... Кстати говоря, она держаться теперь не будет. Так что у нас тут как бы... Только как бы две... Да, тема. Либо мы сверху кладём этот коврик, вот так вот, да? Либо оставляем пыльник, который мы сделали, либо просто мы вот этот пыльник кладём вместо вот этой штуки. Но я её уже отрезал, я её уже, считай, положил, и она как бы, по сути, можно сказать, приклеилась. Да, поэтому тут уж я не знаю, что теперь делать. Конечно, хотелось бы вот эту вернуть на место, чтобы она лежала. Хотя мне особо не принципиально, я вам скажу честно. Быть вопыльник, это, конечно, круто, но, наверное, это перебор, как я понимаю. Поэтому... Ну, хотя пускай так останется, мне, в принципе, особо не принципиально. Да, она не магнитится вообще. Ну, хотя, чтобы она магнитилась, достаточно её чуть сдвинуть вперёд. Всё, я её чуть сдвинул вперёд, и она теперь магнитится. Идеально. Теперь она даже не дёргается практически. Так что всё, в принципе, порешали. Либо можно её было просто вырезать под эту формочку, прям так ровненько, 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 ровненько вырезать. И тогда бы вот так вот сверху у нас бы всё здесь положилось. Ой, чё мне теперь сидеть ещё голову ломать, как всё это вырезать. Короче, ладно, ребят, порешаю. Ну, короче, подрезал, чётко вроде нормально получилось. Сейчас мы попробуем. Ну. Будем считать, что получше стало. Вот она. Так, правда, всё равно немножко дёргается. Ну, ладно, чуть сдвинем. Вот так это я. Ну и всё. Ну вот. Неплох. Пусть будет так. Так всё равно получается получше. Отлично. Ну и всё, ребят. Что, осталось, собственно, нам с вами только установить видеокарты, и можно полностью запускать компьютер. Короче, ребята, в дизу корпуса сделал ту же самую тему. Усилил фильтр и вырезал вот эту штуку и вставил туда вовнутрь под основной пыльник, чтобы улучшить, скажем так, защиту от попадания пыли в наш корпус. Что ж, друзья, всем огромное спасибо, кто досмотрел, кто смотрит по сей момент. Всё, что осталось, нас разделяет с вами от подсветки, от корпуса. Это нажать на кнопку включения и затестить. Так, я вижу, что подсветки нет. Возможно, просто нужно включить, а вот, собственно, и загорелось. Вроде всё отлично. Пульсирует, кстати говоря, даже вверх у нас. Сейчас стартанёт пока. Дожидаемся момента. Вот у нас начинается пульсация. Выглядит всё весьма красиво. Прямо, если красным цветом её сделать, знаешь, как будет, как электроплита такая. Короче, сюда что-нибудь положил, и она будет нагревать. На самом деле всё не так. Ну, я скажу, что крутится слабовато. Это всё можно будет настроить чуть позже. Всё, что нам с вами, ребята, осталось теперь привести комп в порядочное состояние. Ну, пульсирует всё реально весьма симпатично. И, кстати говоря, ярко. То есть, корпус прям, ну, можно сказать, светится. Кстати говоря, то же самое должно происходить снизу. Что вообще должна быть синхронизация? Ну, ладно, с этим разберёмся чуть позже, через приложение уже с ПК. Так что, ребятушки, наверное, я лучше сейчас буду укладываться в ближайшее время спать, так как время планили четвёртого ночи. Очень много я засиделся со всем этим. Ну, ладно. В общем, выглядит всё очень классно, няшно, симпатяшно. Чуть позже с этим разберёмся. Итак, друзья, мы с вами продолжаем экспериментировать, в общем, диагностировать. Что хотел бы сказать, что по поводу заднего кулера всё-таки, возможно, его стоит поставить на выдув, потому что при довольно большой нагрузке выделяется очень много тепла в нашем корпусе. И всё-таки, когда мы прикладываем руку сзади, особенно то, что он недалеко стоит у нас с вами от стены, он вдувает воздух горячий. Тот поток, который здесь находится, пребывает в этой области, его необходимо отходить. То есть, ему нужно, скорее всего, поставить его на выдув. Лично вот как бы моё мнение, я думаю, что вот именно так возможно стоит сделать, потому что сейчас, в принципе, тут холод, потому что в корпусе холод. А когда происходит нагрев, нагрузка, то, разумеется, тепло повышается, и тут уже становится скопление горячего воздуха. Верхние вентиляторы, кулера можно оставить, в принципе, оба на вдув, либо поставить так, на выдув этот, и на выдув вот этот вот последний, а вот этот оставить на вдув. Но это, опять же, как покажет практика, на вкус и цвет, как говорят, все фломастеры разные. Вот сейчас на вдув отлично, прям хороший холодный поток воздуха поступает в корпус. Пока что мы с вами не регулировали, кстати, скорость кулеров, я подозреваю, что они стоят на минималке, и, скорее всего, у них скорость вращения очень маленькая. Приложение рассмотрим чуть позже. И кое-что очень важный ещё момент, друзья, то, что я понял, почему мне сейчас придётся опять разбирать корпус, это потому, что я, подключив видеокарту, вот здесь не обратил внимания на то, что где у меня турбина, и выходит горячий воздух, поток горячего воздуха выходит за видеокарту, и внизу вот эта вот планочка, её стоило убрать, а я этого не заметил, и, к сожалению, её оставил. Из-за этого очень сильно есть проблема с оттоком горячего воздуха. Это, кстати, глобальная проблема, из-за которой, видимо, у меня всю ночь компьютеры жужжало. Я думал, как-то странно, вроде купил кулера, система должна была как бы улучшиться, охлаждение, а в итоге получилось, что ухудшилось. Я не заметил, что я сделал, точнее, чего я не доделал, поэтому сейчас нам с вами нужно отключить ПК и всё наладить. Друзья, мы с вами находимся на нашем с вами ПК, а если вдруг будет проседать или камера, или что-то либо ещё, то прошу прощения, нам с вами нужно произвести температурные замеры. Ну да, разумеется, скорее всего, всё отключилось. Почему-то просто как-то слишком резко всё отбавилось, но потому что включилась запись, да, и, разумеется, всё стало работать существенно тише. Не удастся, к сожалению, мне, видимо, затестить возможности, чтобы кулера лучше делали охлаждение в плане того, что нам нужно было продиагностировать шум, уровень шума. Ну что ж, ладно, тогда мы просто посмотрим с вами приложение, которое у нас с вами, вот оно, AeroCool P7H1 Software. Software, да, если так более правильно сказать. Я оставлю ссылочку в описании на, наверное, вот P7H1, вот этот вот на хаб, оставлю ссылочку также на REF RGB PRO, на официальный сайт, в принципе, хотя, я думаю, вы сами как бы способны найти описание его, и на software, то есть на software. AeroCool EO, вот загрузки у нас с вами там, где я скачал всё это программное обеспечение, скачал, нашёл. Оно, как я понял, всё полностью одинаково, то есть нужно смотреть раздел не инструкции, а программное обеспечение. И оно полностью одинаковое везде, скачивается P7H1, да, оно одинаковое полностью везде. Давайте мы его с вами запустим и посмотрим. Так, апдейт файл из какой-то версии, ну давайте с, наверное, с YouTube, если я правильно понимаю. По крайней мере, надеюсь, искренне. Версия, ну что такое версия? На какое-то, а, XML, это, наверное, обновление и какой-то конфиг, хит, FVUpdate. Я не знаю, для чего это вообще, HEX. Непонятно. Ладно, давайте стартанём его. P7H1. Наверное, последняя должна быть, я надеюсь, версия. У меня была тогда старая, но ничего нового, впрочем, как бы как она была, так она и есть. Так, мы можем регулировать отдельно, либо синхронизировать целиком весь хаб. То, что у нас с вами было, то, в принципе, как бы я в этом, ну, полностью как бы не удивлён. Да, то есть то, что мы имеем. Я вижу три возможности регулировки трёх кулеров. Всё правильно, три у меня, потому что их установлено. Чуть отличаются друг от дружки по оборотам. Один девятьсот шестьдесят, другой девятьсот девяносто и третий тысяча двадцать. Можно настроить, в принципе, стиль подсветки, которую мы желаем. Да? Я даже не знаю, какой я бы настроил вообще. Preview System это показать. То есть на системе. Loop RGB. Color Settings. Что-то оно. Значит, Loop RGB. А, вот, и теперь Preview System нажмём. Короче, это, то есть они будут меняться. Ничего, впрочем, особо интересного. Я не буду вам, в принципе, показывать. Разницы она никакой не имеет. То же самое, что у меня на помпе. То же самое на них. Просто они меняют цвета так же, как я здесь показывал. С двух сторон. Просто это выглядит, как бы, весьма красиво и симпатично. Так, можно выбрать, в принципе, пульсация, дыхание, либо постоянно включен. То есть можно также выбрать скорость, например, того, как будет моргать. Насколько часто. Короче, ладно. Прикольно, что сказать. По оборотам, конечно же, всё обстоит довольно прикольно, интересно. Но я хотел бы, конечно же, кое-что сделать. Update, обновление, кстати, по-моему, не выходило. Его и нет как такового. Русского языка, кстати, приложение нам тоже, по-моему, не предлагает. Оно и кроме английского ничего не предлагает. Смысл был здесь ставить выбор языка, не понимаю. Color Range. Так, типа, менять этот самый. Но я-то помню, что у меня возможность была написана, что есть возможность менять скорость оборота кулеров. И они позволяют максимум разгоняться до полторы тысячи. Кто не знает, ребята. Я специально читал описание. Мне писали, что есть возможность менять скорость оборотов. А в итоге что, получается, этого делать нельзя? Меня что, обманули? Слушайте, это очень даже, я скажу вам честно, не круто. Мне это не нравится. То, что мне стоило учесть, друзья мои, написано, не управляет P7H1, не управляет скоростью вентилятора, но позволяет отслеживать её. То есть, это получается, в чём прикол? Мне можно было его без хаба просто подключить на материнку, и от материнки тогда уже управлять скоростью вентиляторов. Вы серьёзно? Друг с дружкой их все объединить вместе, просто этими же кабелями, и просто всё это воткнуть в материнскую плату. Для того, чтобы была возможность регулировать. Вообще, просто вы, я не знаю, вот даже мне сказать нечего. Я ничего не понимаю. Вот серьёзно, зачем надо было такое делать? Съёмные лопасти, это вы, конечно, классно придумали, молодцы. Но то, что я не могу менять скорость оборотов, я специально с этим брал. Я, короче, не знаю, ребят, ладно, если кто-то меня досмотрел, дотерпел то, что я сейчас показывал до конца, это было очень длинное видео, я не сомневаюсь, я очень долго сам старался, мучился, но в итоге всё-таки вроде как что-то получилось. Но, я не знаю, мне просто нечего сказать совершенно. Ребят, но честно, мне... Я не знаю. Мне обещана была возможность регулировки оборотов кулеров. Я с таким же успехом мог купить какие-то другие тогда себе просто кулера. Конечно, 900-1000 оборотов относительно того, что было прежде 600, сейчас стало 1000, это, конечно, лучше. Это, конечно, классно. Но то, что он не позволяет мне их регулировать, мне это не нравится, потому что, повторюсь, максимальные обороты у них дозволительно 1500. То есть, плюс 600 оборотов нам дадут очень хороший, ещё дополнительный воздушный поток для охлаждения нашей системы. Сейчас буду думать, как можно регулировать обороты. Ладно? Давайте придумаем чем-нибудь, при помощи чего это можно всё сделать. Короче, есть прога, называется SpeedFan, кто-то, может быть, я не слышал, но я предпочту воспользоваться AMD Overdrive. Ну, так как у меня ещё плюс проц с AMD, может быть, что-то это нам как-то поможет, или что-нибудь... Хоть как-то что-то сделает, короче говоря. Ну что же, давайте её попробуем поставить. Может быть, эта тема сработает. Там была просто возможность выбора. Я обратил внимание на скриншоты регулировки оборотов. 990-ый с версией Overdrive Utilities Support System with AMD Hudson Utilities. Чё-то там. Чё-то там. 770-ый, 990-ый X. Чё-то погодите, а у меня какая? Короче, это вообще для материнок. Как бы для материнок мне это даже неинтересно. Юзернейм. Юранка. Only anyone for all. У меня никого нету больше. Куда ты? Хочешь... Что ты хочешь сделать? Overdrive. Would you like the shot to a place on your desk? Давайте. Go. Install. Ох, ребятки-ребятки. И, конечно, да, очень-очень долго всё это дело смарт-профили с какой-то... Включить AMD смарт-профиль. Какой-то умный профиль. Нет, я не хочу ремастер. Рестарт и ремастер это не для меня, не про меня. Не туда. AMD Overdrive. Короче, у меня блускрин случился. Вот что, значит, смотрите, ребят. Есть возможность, значит, что сделать? Настроить регулировку оборотов этих кулеров, даже если не позволяет это делать приложение P7H1. Вот это от этого хаба P7S1 называется это приложение. Значит, что мы делаем? Мы заходим в раздел, в моём случае это биосе, смарт-фан, да, либо биос, любое какое-то. То, что у вас в UEFI биос позволяет. Раздел, где позволительно. И даёт возможность вообще что-то либо регулировать обороты. И настраиваем. Нам нужен именно Sys-фан. Не центральный процессор, не CPU-фан, а Sys-фан. Мы выбираем один из них. У меня отображаются обороты только на одном из двух. Но при этом они все повысили обороты. То есть, все три полностью повысили обороты. Видимо, Sys-фан 2 отвечает за них, за всех. То есть, когда мы на нём ставим обороты, то все при этом начинают крутиться быстрее. То есть, это синхронизация, проще говоря. Например, у меня есть возможность настроить скорость оборотов. Полную мощность, например, вручную, тихо, нормально. Но стояло нормально. Стояло нормально. Это было 800-900 оборотов, как и было до этого. Когда поставил полную скорость, у меня стало 1339. Вообще, по-моему, 1500 у них должно быть максимум. В любом случае, плюс 400 оборотов. Это тоже, я хочу сказать вам, неплохо. Существенный плюс будет только лишь. Значит, мы можем поставить, например, выбор, от чего будет зависеть повышение оборотов. К сожалению, нет возможности выбрать вот PCIe X16 в зависимости от PCIe X16. Я не знаю, что это такое. Честно, вот как бы на что это идёт, что это означает. По какому будет он отслеживать температуру PCIe слоту, честно. Но это, видимо, не видеокарта. То есть, если было бы по видеокарте, было бы вообще превосходно. По видеокарте можно было бы синхронизацию поставить, чтобы там, например, температура такая-то. И он бы повышал у нас просто... Причём VRM MOS. Это у нас даже не то. Это мосты, как я понимаю, наверное. Мост может быть северный и, скорее всего, южный, как я понимаю. Температура системы датчик-1. Температура системы тоже непонятно, на что идёт упор. Но я хочу вам сказать, что даже 1300 оборотов – это очень тихо. И вообще практически беззвучно. То есть, что прибавили на 400 оборотов, даже на 500. Как тихо работал компьютер, так и осталось. Так, набор микросхем 38 градусов. PCIe 16-38 градусов. Я повторюсь, я не знаю, что это, от чего это и чего вообще. Контроль мы оставим. Авто, пускай будет температурный интервал. Ну, пускай будет 3 секунды. Ладно, всё, короче, как есть. Просто ставим полную скорость. Если у вас есть кривая, можно настроить кривую. Так же, как у меня, например. Если поставим вручную, вот можно поставить относительно чего. Относительно температуры какой-то. Так, конечно, он начал крутиться гораздо тише. И вообще ничего не слышно. Но мы лучше прибавим поток воздуха. Я считаю, что лучше пусть будет больше поток воздуха. И лучше будет система охлаждаться. Так что, лучше уж пусть будет плюс, чем минус. Ладно, в общем, ребят. После того, как мы всё это настроили, мы нажимаем Apple Tool и выбираем всё, кроме центрального процессора. То есть, SysFan 1, SysFan 2, SysFan 3. Если у вас в другие SysFan что-то установлено, то нужно установить только лишь на один тот, в который у вас воткнут ваш хаб. То есть, например, у меня хаб воткнут во второй, поэтому он второй отображает. Остальные по нулям. Но я просто поставил галочки везде. То есть, если у вас только один хаб... Короче, ребят, у меня уже закончилась даже память на телефоне, потому что слишком много мы с вами просто общаемся и разговариваем. Короче, синхронизировать можно все три, если у вас другие нигде не подключены кулера. Если у вас подключено только лишь... Зависит от того, куда вы воткнули хаб. Если у вас хаб воткнут первый, то вы можете нажать Apple Tool, то есть, применить для первого, либо же для второго, либо для третьего. В зависимости от того, где находится хаб. Поэтому не переживайте, можно регулировку оборотов делать при помощи BIOS, либо же при помощи каких-то сторонних приложений. Поэтому, в принципе, считаю обзор законченным, наконец-таки, потому что я уже сам устал. Поэтому на этом все. До новых встреч. Огромное спасибо за просмотр, ребятушки. Пожалуйста, если хотите подписываться, можете подписаться. Не хотите, можете не подписываться. Как бы ваше право, если кто-то вообще досмотрел, дотерпел. Так что всем Божем благословить. Спасибо за просмотр. До новых встреч. И пока-пока, ребята. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok